Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Екатерина Лазарева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня выпуски. Массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане продолжается. На сегодняшний день единственная вакцина, доступная жителям «Спутник Ви». При этом в Татарстане успешно завершили третий этап испытаний «Эпивак Короны». И сейчас к тестированию готовят третью вакцину. Все подробности в нашем сюжете. Половина жителей Татарстана имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришел Институт имени Пастера в своем исследовании. При этом в разных социальных группах это число может отличаться. Почти половина населения в республике Татарстан сегодня имеет иммунитет. В разных профессиональных группах эти цифры несколько разные. Больше всего это среди врачей, медицинских работников, среди работников образования, сферы услуг, торговли, транспорта. Самый низкий уровень коллективного иммунитета отмечен среди работников крупных предприятий и пенсионеров. Дабы защитить эти социальные группы, одной из ключевых задач становится быстрое и качественное проведение прививочной кампании. По словам руководителя Роспотребнадзора, как только коллективный иммунитет в стране достигнет 60%, можно будет говорить о полном контроле над COVID-19. Чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах, не сформировалось. Вот это главная задача сегодняшнего дня. И как только она будет решена, как только иммунитет будет сформирован более чем у 60% населения нашей страны, взрослого населения, мы будем говорить о том, что мы взяли под полный контроль эпидситуацию с новым коронавирусом. Между тем, массовая вакцинация в Татарстане продолжает набирать обороты. Программа вакцинации, вот у нас сегодня определено 68 точек, они будут увеличиваться, потому что мы кроме медицинских наших учреждений будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на Казань-Оргсинтезе, на КАМАЗе уже начата и она будет продолжена. Вот из 13 тысяч вакцин, которые мы получили, уже 6 тысяч они провакцинировали. В этом месяце мы получим где-то 190 тысяч вакцин. В ближайшем будущем к двум российским вакцинам «Спутник В» и «Эпивак Корона» добавится и живая вакцина от центра Чумакова. Татарстан станет пилотной площадкой для ее испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. Эта вакцина на основе инактивированного вируса, то есть берется настоящий вирус, коронавирус, но он убивается и убитый вирус используется для активации иммунной системы. Все три вакцины приводят к тому, что в организме вырабатывается иммунитет, который и защищает от последующих инфекций. Все три вакцины показали свою эффективность в клинических исследованиях и на данный момент есть свои небольшие плюсы, свои небольшие минусы, но они носят больше такой, скажем так, фундаментальный научный и технический характер. С точки зрения потребителя, с точки зрения здравоохранения, все они показали свою эффективность. На данный момент записаться на вакцинацию можно при помощи портала госуслуг. Вакцинация, она должна, конечно, проходить более активно. Сейчас у нас кампания, поп-прививочная кампания началась, формируются листы ожидания, начинает поступать вакцина, и уже на этой неделе вакцинация в нашей клинике, она началась. Точный список медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию, можно уточнить на сайте Минздрава Республики Татарстан. Александр Фирсов, Радик Загедулин, Виолетта Басова, Универньюз. В голубом зале Казанского университета состоялось расширенное заседание экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском федеральном университете и Межвузовского координационного совета Республики Татарстан по гуманитарным и социально-экономическим наукам. Темой встречи стала электронный цикл и социально-политическая ситуация в Российской Федерации. В качестве приглашенных экспертов выступили Баширов Марат, президент некоммерческого партнерства Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства, Валеева Зиля, председатель Общественной палаты Республики Татарстан и Кутилов Владимир, директор агентства массовых коммуникаций «Теория Дарвина». У ведомства есть свои интересы, есть свои проекты, программы, которые они выполняют, и поэтому они в первую очередь устраивают третий, исходя из них. Это тоже направлено на улучшение качества жизни людей. В этом нет никаких сомнений. Но когда к этому вопросу тут включаются граждане, очередность приоритетов вполне серьезно меняется. И поэтому то, что на первое место в этом году вышла борьба с безработицей и с бедностью, это тоже один из сигналов того, чтобы... Это тоже копейка того, что социологи вполне довольно точно отразили картину настроения, потому что вот такой приоритет сформирован для Минтуда в числе первых. Люди, которые подолгу службы должны участвовать в видеоконференциях по интернету, но не любят включать камеру, могут использовать новую отговорку – защита экологии. Подробнее в нашем следующем сюжете. Казалось бы, что переход на удаленную работу и обучение помог нашей планете дышать чуть свободнее. Количество выброса углекислого газа в атмосферу уменьшилось, но при этом переход на удаленку привел к увеличению углеродного следа. от использования онлайн-сервисов. В настоящее время любая человеческая деятельность сопряжена с расходом энергии, будь то поездка на общественном транспорте или работа компьютера. Естественно, что на это расходуется энергия ископаемого топлива. И вот количество углекислого газа, который при этом выделяется, и есть углеродный след человека или человечества. Сотрудники университета Пердью, Ельского университета и Массачусетского технологического университета выяснили, что час, проведенный в зум при включенной камере, приводит к выбросу килограмма углекислого газа. Это приравнивается к сжиганию полулитра бензина. Кроме того, за час видеоконференции используется от 2 до 12 литров воды, а также наносится вред земной поверхности размером с iPad mini. Получается, что когда работают веб-камеры, идет процесс расхода электрической энергии, а основным источником для получения электричества служит энергия ископаемого топлива. И это сопряжено с выбросами углекислого газа и всеми сопряженными последствиями, такими как, например, парниковый эффект, исчерпание природных ресурсов и так далее, тому подобное. Когда идет, к примеру, дистанционное обучение через определенные программы, работает веб-камера организатора, компьютерная техника и веб-камера обучающихся. И это, естественно, приводит к увеличению углеродного следа каждого человека, отметила Гузель Валеева. Но если люди будут выключать веб-камеры во время конференций, то возможно, что выброс углекислого газа в какой-то мере уменьшится. Энджи Минибаева, Ленар Тавлетьяров, Универгьюз. Недавние погодные сюрпризы от заморозков до минус 30-ти переходящих в обильный снегопад, который блокировал всю транспортную систему, создавая на дорогах 10-ти бальные пробки, продолжаются. На нас надвигается аномальное тепло. О том, что послужило причиной потепления и какая погода ждет нас в выходные дни, расскажет наш метеоролог, профессор Юрий Переведенцев. Вот грядущее потепление связано с выходом в наш регион, с эклона, с Атлантики, с теплым фронтом. Поэтому у нас ожидается значительное повышение температуры. Даже оттепель, согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, ожидается даже положительная температура. И мокрый снег, но снег с дождем, проще говоря. Это действительно очень значительное повышение температуры. Почему? Потому что последние декады января, январь самый холодный месяц в году, а последние декады января самые холодные в этом месяце. Среднесущная температура порядка минус 12, а в конце месяца даже минус 13 градусов. А здесь мы ожидаем даже плюсовую температуру. Так что вот причина такая. Атлантика — это влияние Атлантики на наш регион. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Я желаю вам хорошего дня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok